ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И вот левша очень легок на ногах и сразу же двойка с дистанции от Фаниля Рафикова. Давно мы не видели, конечно, Арсенова Байдулаева в клетке. Еще раз левый с дистанции с задней руки. Оуу! Потрясающе! С левой ноги от Рафикова. Очень заряжен, заряжен, конечно, Фаниль. Базовый боксер, кстати, Максим. Боксом в Казахстане занимался этот парень Но не сложилось, не получилось Потом, по-моему, он выступал по кикбоксу И потом перешел плавно на кикбоксинг, потому что Сейчас левый по печени, он попал Левый мидл очень жестко попал по печени И тут же в туловище попал, и лоу-киком отвечает Арсену Байдулаев Очень хорошо Рафиков попал по печенке И причем это так сакцентировал Чуть-чуть даже подсогнуло Как раз опытнейшего Байдулаева Раздергивает своего соперника Фаниль И попадает слева снова Очень быстрые удары Фаниль не успевает пока Арсен реагировать на них Реагировать правильно Арсен улыбается при этом Интересный настрой Видимо, что-то затевает Арсен Потому что, зная, насколько он опытен Он может просто дать поработать сопернику И потом перейти в свою стихию Смотрите, сейчас пытался с клинча Отработать как раз И осуществить бросок Байдулаев Но и при этом отзащищался на время Как раз Фаниль Рафиков Но вот что в последующем будет Понаблюдаем И не было прохода А именно вот Пошел на соперника Прижал его к клетке Не стал рисковать Арсен Можно и нарваться на колено Понимает он это прекрасно А здесь это, конечно, уже его работа Работа от сетки Здесь он будет пытаться переводить соперника Обработав его предварительно коленями И сейчас вот эти попытки атак Они будут только усиливаться По логике от Арсенова Байдулаева Потому что прекрасным мастером партера является Боец из Москвы Родом из Дагестана Большинство своих побед он как раз-таки одержал там Представляете, Максим Магомед Мустафаев Магомед Тигр Магомедов Александр Шаблей Какой список имен поверженных именно Арсеном Байдулаевым Потрясающие имена, действительно И сейчас многие из них топы Российского ММА, уж точно И в Европе, я уверен, что это тоже одни из лучших Но в Северной Америке Тоже многие из них могли бы посражаться с Верхушкой, уж точно Ну и экс-чемпион М1 Это Домковский Артем И с ним было два противостояния Сначала победу отдали Убайдулаеву в первом бою Потом изменили результат Потом был реванш Да, я помню эти бои Там вот такая тройка была Очень серьезная тройка Арсен Убайдулаев Артем Домковский Александр Сарнавский В Восточной Европе В Западной Это Майрбек Тайсумов Набиравший тогда обороты Даниэль Вайхель Действительно, были очень интересные времена Именно зарождение, наверное, современного российского Как раз-таки ММА До конец нулевых, начала десятых годов, так сказать Да, это вот Как раз их сражения шли, по-моему, девятый-десятый год Да, да И, пожалуйста, мы видим как раз Вот в углу У Арсенова Байдулаева Алхаз Абдулмеджидов Неплохо проявивший себя На предыдущем турнире лиги WFCA Дорога в WFCA как раз турнир назывался Именно там он победил опытного соперника Исмаила Мадарова И будет к нему, конечно, лига присматриваться Я думаю, получит он свои бои на легчайшем месте Ну а у нас работа в клинче продолжается Прижат к сетке фаниль графиков Да, вот такой работе Байдулаев будет иметь преимущество, я уверен Именно клинче у сетки И который в последующем нагружает его Байдулаев И который, может быть, инсаля приведет к броску Это Байдулаев пытается он, естественно, осуществить тейкдаун Да, чувствуется, что готовит Арсен не спеша, не спеша Готовит он этот тейкдаун Обрабатывает колени Изматывает соперника, насколько это возможно в данной позиции Да, и при этом все-таки Ну и вот очередное интересное противостояние базовых борцов Борца и ударника Посмотрим, как сложится и получится В этот раз, в прошлые разы борцы превалировали Ну и вот левша очень легок на ногах И сразу же двойка с дистанции от фаниля Рафикова Давно мы не видели, конечно, Арсенова Байдулаева в клетке Еще раз левый с дистанции с задней руки Оу! И хайкик сразу же С левой ноги от Рафикова Заряжен, конечно, фаниль Базовый боксер, кстати, Максим Боксом в Казахстане занимался этот парень Да, он изначально не сложилось, не получилось у него. Потом, по-моему, он выступал по кикбоксу. Да, и потом перешел плавно на кикбоксинг, потому что... Сейчас левый по печени, он попал, левый мидл очень жестко попал по печени. И тут же в туловище попал, и лоу-киком отвечает Арсену Байдулаеву. Очень хорошо Рафиков попал по печенке, и причем это так сакцентировал. Чуть-чуть даже подсогнуло как раз опытнейшего Байдулаева. Раздергивает своего соперника Фаниль и попадает слева снова. Но очень быстрые удары. Фаниль не успевает пока Арсен реагировать на них. Реагировать правильно. Арсен улыбается при этом. Видимо... Настрой. Да, видимо, что-то затевает Арсен. Потому что, зная, насколько он опытен, он может просто поработать сопернику и потом перейти в свою стихию. Смотрите, сейчас пытался с клинча отработать как раз, осуществить бросок Байдулаев, но при этом отзащищался на время. Как раз Фаниль Рафиков. Но вот что в последующем будет. Понаблюдаем. И не было прохода, а именно вот как пошел на соперника, прижал его к клетке, не стал рисковать. Арсен можно и нарваться на колено. Понимает он это прекрасно. А здесь это, конечно, уже его работа. Работа от сетки. Здесь он будет пытаться переводить соперника, обработав его предварительно коленями. И сейчас вот эти попытки атак, они будут только усиливаться по логике от Арсена Байдулаева. Потому что прекрасным мастером партера является боец из Москвы, родом из Дагестана. Большинство своих побед он как раз-таки одержал там. Представляете, Максим, Магомед Мустафаев, Магомед Тигр Магомедов, Александр Шаблей. Какой список имен, поверженных именно Арсеном Байдулаевым? Потрясающие имена, действительно. И сейчас многие из них топы. Российская ММА уж точно. И в Европе, я уверен, что это тоже одни из лучших. Но в Северной Америке тоже многие из них могли бы посражаться с верхушкой уж точно. Ну и экс-чемпион М1, это Домковский Артем. И с ним было два противостояния. Сначала победу отдали Убайдулаеву в первом бою, потом изменили результат, потом был реванш. Да, я помню эти бои. Там вот такая тройка была, очень серьезная тройка. Арсен Убайдулаев, Артем Домковский, Александр Сарнавский. В Восточной Европе, в Западной это Майрбек Тайсумов, набиравший тогда обороты. Даниэль Вайхель. Действительно, были очень интересные времена. Именно зарождение, наверное, современного российского как раз-таки ММА. Это конец нулевых, начало десятых годов, так сказать. Да, это вот как раз их сражения шли, по-моему, девятый-десятый год. Да, да. И, пожалуйста, мы видим как раз в углу у Арсенова Байдулаева Алхаз Абдулмеджидов, неплохо проявивший себя на предыдущем турнире Лиги WFCA. Дорога в WFCA как раз турнир назывался. Именно там он победил опытного соперника Исмаила Мадарова. И будет к нему, конечно, Лига присматриваться. Я думаю, получит он свои бои на легчайшем месте. Ну а у нас работа в клинче продолжается. Прижат к сетке фаниль графиков. Да, вот такой работе Байдулаев будет иметь преимущество, я уверен. Именно клинч у сетки, который в последующем нагружает его Байдулаев. И который, может быть, в инциале приведет к броску Байдулаева. Пытается он, естественно, осуществить тейкдаун. Да, чувствуется, что готовит Арсен не спеша, не спеша. Готовит он этот тейкдаун, обрабатывает колени. Изматывает соперника, насколько это возможно в данной позиции. Да, и при этом все-таки явно фанильный график тяготеет ударной техникой. Мы это знаем. Но и Байдулаев все еще ищет. Возможность бросить своего оппонента из клуба Ахмат-Казахстан. Фаниль Рафиков. Да, и вот выходят из клинча бойцы. Да, и вот сейчас, смотрите, попадание есть. Оу, все в руки. Не теряю чувство юмора спортсмены, даже в стрессовых ситуациях, критичных ситуациях. Продолжают они шутить. Арсен так вообще улыбается на протяжении всего первого раунда. Видно, что у Байдулаева получает удовольствие от своего возвращения в ММА. Долго его не было. Соскучился по боям Арсен. И теперь у него есть серьезная возможность, наконец-то, реанимировать свою карьеру. Соскучился по боям Арсен. Фаниль Рафиков, если у Байдулаева на счет так работает, то это возникнут проблемы явные у Фаниля. И они действительно эти проблемы возникают. Ну и, конечно, у Байдулаев, конечно, умница просто перестроился. Как он перестроился и понимал, что именно здесь его потенциальная возможность одержать победу. Здесь вторая половина раунда полностью за ним. Да, в хорошем смысле слова, как будто с цепи сорвался. Вот буквально, как будто дождался своего момента. Мы отмечали то, что очень терпеливый боец Арсен Байдулаев. И мы вот видим результат и плоды этой терпеливой работы. Да, здесь пока увидели, да, вот то очень яркое результативное действие. В стойке от Рафикова двойки правой, ну и снизу чуть поднял и туда же в догонку с левой руки запустил точно удар Рафиков. Но потом мы с вами помним, что уже доминировал Арсен Байдулаев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Такое истинное противостояние молодости против опыта. Да, и начинается у нас третий раунд этого интересного поединка. Особенно интрига появилась у нас под занавес второй пятиминутки, когда Арсену Байдулаев провел первый удачный тейкдаун и доминировал над своим соперником. А вот здесь в токе, конечно, мы сразу же можем с вами предполагать, полное доминирование будет у Фанеля Рафикова. Это действительно классическое противостояние ударника и борца, очень явное. Нужно, конечно, Арсену включаться, если он хочет победить, а он этого, несомненно, хочет. Нужно включаться, идти вперед. Слева жестко. Да, с дистанции хорошо попадает Фанель. Но Фанель очень точь. Нужно всеми правдами и неправдами удерживать этот бой в стойке. По тулущу от Фанеля Рафикова. Пытается раскачать он, конечно же, Арсена Байдулаева. Ну, чтобы потом еще туда нанести несколько жестких ударов. Опять по тулущу слева. Ну и что очень важно, Фанель Рафиков заблаговременно приехал сюда, в Чеченскую республику, для того, чтобы акклиматизироваться. Хотя эта акклиматизация, может, не такая серьезная, но все-таки смена климата, смена страны в определенной степени, возможно, на кого-то и влияет. Так вот, Фанель приехал в Чеченскую республику, заключительную часть сборов провел в клубе «Ахмат». Спарринговал с ведущими бойцами, в том числе и еще одно попадание с Магомед Расулом Хазбулаевым. Да, вот, как раз, Фанель Рафикова это излюбленное. Вот на ногах он челночной работой все время передвигается. И так же он и бьет часто со скачка. И вот эта двойка у него так на ножках таких пластичных очень хороша. Справа отвечает Арсену Байдуэр. А справа сейчас попал, я говорю, Арсен. И повторная атака, но уже мимо. В этот раз удар пришелся у Арсену. И снова слева попадает Арсен. Правую включай, говорят Арсену. Попытался провести тейкдаун, но немного остановился посередине этой попытки. Фанель. Да, здесь вот я думаю, что Фанелю не нужно паузу ловить, нужно продолжать. Если он хочет уверенно выиграть этот бой. Ну и задышал, конечно. Задышал-то поранее, наверное, Арсен, но сейчас... Вот здесь два, опять. Пиркот и прямой левый. Это излюбленное действие. И сейчас контр-выпад. Естественно, главным желанием осуществить бросок от Байдулаева. И практически это получается. Очень качественный проход. Низкий, в две ноги. Без возможности для соперника защититься. Очень плотный захват мы с вами видим. Ну а здесь, конечно, Арсен будет пытаться развить свое преимущество, но нет. Возвращается в тойку Фанель. И это, конечно, для Фанеля будет очень хорошим таким предвестником того, что шансов-то у него намного больше выиграть этот бой. Конечно, вероятно, это наше предположение, что судьи считают по раундам, могли вполне отдать второй раунд Арсену за счет консервки, а могли и не отдать. Поэтому в любом случае рисковать, я думаю, Фанель не захочет, и ему нужно уверенно забирать концовку. В то же время Арсен может дожать соперника, и он это чувствует. Да, и вот так, короче. Да, продолжает сейчас Арсен Байдулаев пытаться осуществить бросок через клинч. Зацеп есть, но здесь, по-моему, Фанель Рафиков тоже чувствует ситуацию и все понимает. Фанель, что нельзя дать ни в коем случае себя свести в партер, но вот здесь, смотрите, что делает Арсен Байдулаев. Прижимается к сопернику, до последнего пытается перевести его в партер Арсен Байдулаев, но не смог удержать, свалив его. Нужно отклеиваться Фанелью, конечно, впечатление от этого боя, конечно, хотя кажется, что Фанель делал больше, но на данный момент впечатление от этого боя, конечно, не очень получается. Смазано немного, отдает концовки во втором раунде и в третьем, хотя в третьем особых результативных действий не было. Да, но именно вот, но при этом, действительно, картинка такая неяркая, так скажем, но это нормально, кстати, и Арсен сейчас еще и играет. Но вот, мне кажется, здесь, может быть, чуть-чуть зря, но это могло, кстати, и привести к пропущенному удару, но, я так понимаю, Арсен на опыте, на опыте чувствовал, что можно чуть-чуть и побегать в концовке. И вот, смотрите, сейчас в клетку выходят его главы и молодые парни, и все его поддерживают. И, конечно же, ну вот, Алхаз Абдулмеджидов и Бекбулат Магомедов, чемпион в СОВ, уже, конечно, несуществующие организации, теперь Professional Fighter League поднимают. Арсену Байдалайву радуются и уверены в победе своего бойца. И, я так понимаю, что верят в итоговый успех своего друга, наверное, старшего брата, я так понимаю, потому что по возрасту они все-таки, по-моему, младше, чем Арсена Байдалайву. Арсен даже это писать в другой эпохе смешных виноборств. Арсен Байдалайв здесь разводят руками, и его угловые в том числе. Вот молодые парни, они, знаете, насколько они недовольны этим решением.